Всем доброго дня! Приближается прекрасное время суток-обед. В этом выступлении пара сюрпризов. Я действительно не Мария Афонина, меня зовут Илья Демидов, и я буду говорить на русском, на родном языке спикера, но слайды, которые, надеюсь, сейчас появятся на экране, будут на английском языке, что соответствует правилам этой конференции. Немножечко расскажу о нас, о нашем мастерской управления Сениш, о том, почему мы вообще рассказываем о компетенциях лидеров, о том, какие новые отличительные черты у лидеров появились, и буду рад ответить на ваши вопросы. Я работаю так же, как и моя коллега Мария Афонина в мастерской управления Сениш. Кратенько сейчас расскажу о нашей мастерской, но если вы хотите, вы можете в чате пока поставить плюсики, если вы что-нибудь слышали о президентской платформе «Россия – страна возможностей», мастерской управления Сениш, и написать какие-нибудь факты о нас, которые вы знаете. Я еще раз приношу извинения за то, что Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности, не смогла присоединиться в эфир. Мы ведем сейчас трансляцию как раз из нашей мастерской управления Сениш, и здесь сейчас параллельно проходит очень большое мероприятие, которое стартовало. Это форум волонтеров-медиков. Форум людей, которые всю пандемию работали, помогая профессиональным врачам, работали в больницах, работали с людьми, и это очень важная миссия, которая объединила огромное количество людей в России. Вот сегодня пять лет этому направлению, и форум проводится на нашей площадке. Мария сейчас находится там, поэтому я постараюсь представить ее тест-доклада вместо нее. Я не вижу сейчас чат, я вижу презентацию, но я надеюсь, что вы ставите плюсики, что-нибудь пишете там хорошенькое такое про нас, в двух словах, если вдруг кто-то не знает. Президентская платформа «Россия – страна возможностей» существует уже три года и объединяет 26 крупных, серьезных российских конкурсов и проектов, целью которых является предоставление возможностей реализовать себя талантливым людям, талантливым, активным людям, среди которых огромное количество процентов, да, большую часть занимает молодежь, молодежь и студенты. И вы, наверное, знаете многие наши конкурсы, вы, наверное, знаете наши конкурсы «Большая перемена», которую мы ведем. Знаете, конкурс «Учитель будущего», профстажировки, премия «Студент года» – это все, что мы проводим для наших студентов. Но, наверное, слышали в первую очередь о том, что самым важным флагманским конкурсом «Россия – страны возможностей» является конкурс «Лидеры России». Он вот сейчас запустился в четвертый раз за свою историю. И впервые в этом году этот конкурс представляет возможность участвовать студентам. Поэтому мы будем очень рады видеть вас в качестве участников конкурса. Желаем вам победы, желаем вам получить удовольствие и найти интересных друзей и контакты. И будем рады еще раз, если вы в этом конкурсе также примете участие. Мастерская управления «Сенеж» – это образовательный хаб президентской платформы «Россия – страны возможностей», который поддерживает образовательными проектами все то, что делает президентская платформа. И вот мы как раз делаем эти проекты как самостоятельно, так и в составе коллабораций. Вот одной из таких коллабораций как раз является наше партнерство с президентской академией. Мы делаем совместно программу «Мастера публичной политики» и вот даем контентную часть, связанную с ресурсным состоянием лидера. Об этой компетенции я сегодня немножко расскажу. Что вообще дает нам возможность и дает нам какое-то экспертное право говорить о каких-то компетенциях, о новом образе лидеров? Дело в том, что лидеры, о которых мы сейчас обсуждаем, они являются одной из наших ключевых целевых аудиторий и как раз именно они являются фокусом нашего обучения. Мы за два года своего существования, а мастерская управления «Сенеж» чуть младше, чем «Россия – страна возможностей», нам только два года. Мы провели около 80 мероприятий лидерской направленности, большая часть из них была посвящена обучению лидеров и обучили около 30 тысяч, 28 тысяч человек за это время, среди которых большее число людей – как раз это была молодежь. Молодежь приходит к нам как напрямую от нашего ключевого стейкхолдера «Росмолодежи», приходит через победу в конкурсах и проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей» и приходит через молодежные форумные компании. И вот как раз те, кто проходит селекцию, региональную селекцию, форумную селекцию, они попадают к нам, и мы эту лидерскую группировку прокачиваем, мы даем им… Вот что даем, сейчас об этом немножечко расскажу. Отмечу, что мы сейчас активно расширяемся, у нас началось строительство нового кампуса, и мы надеемся, что уже где-то через полтора-два года мы сможем принимать в два с половиной раза больше людей, ну и обучать существенно больше молодежного актива, студентов по нашим новым образовательным программам. Можно попросить, пожалуйста, следующий слайд? Спасибо. И вот, собственно, теперь о теме, то, что мы должны вам сегодня рассказать, то, что хотели с вами обсудить. Учитывая то, что большей частью людей, которые к нам приходят, это лидеры, это управленцы, это молодежный актив, это победители форумов, это те, кто ориентирован на развитие карьеры, это те, кто ориентирован на хороший карьерный рост, профессиональный рост, личностный рост, мы много работаем с компетенциями. И здесь ситуация такова, что вот вообще в стране все, что связано с хардами, сейчас прикрыто довольно неплохо. То есть хард-компетенция, хард-скиллс хорошо закрываются вузами, растет активно реестр новых профессий, профессиональных стандартов, и студенты в целом выходят, конечно, гораздо более подготовлены к профессиональной деятельности, нежели раньше. Сейчас очень неплохо обстоит дело уже из софт-скиллс, то есть это то, что касается мягких навыков, это переговоры, коммуникации, вы знаете, есть модель 4К, и по этим как раз мягким компетенциям тоже сейчас активно учат, в том числе учат работодатели. То есть это хорошо сейчас развито в корпоративном обучении, ну и много центров, которые тоже этим занимаются. И вот одним из наших фокусов как раз является понять, что сейчас появляется нового. Какие компетенции для вообще профессиональных людей, для лидеров сейчас нужны для того, чтобы с опережением они приходили в компанию, будучи прокачанными, готовыми к каким-то новым челленджам, новым вызовам. Смотрите, вот здесь на слайде то, как менялись в динамике подходы оценки новых компетенций, компетенций будущего, и в частности лидерских компетенций за последние 5 лет. Есть десятка знаменитых доводских компетенций, среди которых очень много как раз компетенций лидерских. И посмотрите, здесь и критическое мышление, эмоциональный интеллект, и умение принимать решения за... Да, спасибо, вижу чат. Здорово, что слышали о мастерской управления Сениш. Буду рад, если вы тоже напишите, кто и что слышал про нас и знает. Прошло всего 4 года, и вот в апреле, ровно год назад, в апреле 2020 года Флорбс опубликовал свой список топ-компетенций будущего, как он их назвал, среди которых, вы видите, сохранились часть компетенций, которые упоминал Давос 5 лет назад, но появились новые. Вот три компетенции связаны с цифрой. Это умение работать с данными, это понимание цифры, понимание новых технологий, то есть человек должен работать сейчас в информационной среде, в цифровой среде. Мы сделали такой небольшой апдейт, и у нас появились небольшие расширения того, что вы сейчас видите на экране по сравнению с Давосом и Форбсом. Почему? Ну вот прошлый год, например, принес вместе с ковидом понимание, что появились совершенно новые компетенции, которые очень важны стали и нужны резко работодателям. Ну, например, одна из ключевых компетенций, которыми сейчас в последнее время все озабочено, называется управление здоровьем и ресурсным состоянием. Почему? Потому что оказывается, что когда ты нездоров, когда у тебя нет физических сил, у тебя нет тонуса, у тебя нет драйва для того, чтобы делать какие-то дела, все остальные профессиональные компетенции помножаются на цифру близкую к нулю. То есть ты можешь быть крутым переговорщиком, ты можешь классно решать профессиональные задачи, но делаешь это гораздо хуже, если ты не в форме. Раньше была замечательная шутка про то, что здоровье – это отсутствие знаний о своих болячках. И еще была хорошая шутка про то, что единственный повод не выйти на работу – это смерть. То есть ты должен был себя привести в драйв, пойти на работу, выполнить свою задачу. И мало кто обращал внимания на то, что здоровье – это очень важный управляемый ресурс. Вот в этом году на Гайдаровском форуме в президентской академии, в частности, было озвучено работодателями, что управление здоровьем – это вполне себе профессиональные компетенции. Ну и поддержание себя или приведение себя в ресурсное состояние. Компетенции, за которые нужно следить, которые являются очень важным и значимым активом, и компетенции, которые нужно в себе развивать. Ну и поэтому у нас появляется целая линейка образовательных программ и продуктов, посвященных подобным компетенциям, которые становятся важны для лидеров сейчас, в постковидную эпоху. Здесь приведены четыре компетенции. На самом деле мы работаем с гораздо большим количеством компетенций, но вот на этих четырех примерах я сейчас покажу, какие мы делаем продукты, и даже дам возможность на эти продукты посмотреть, если нам покажут следующий слайд. Спасибо. Здесь на слайде маленькие QR-коды. Можно чуть-чуть вниз. Отлично. Вот так. На примере наших программ можно посмотреть, как мы работаем с компетенциями будущего. Ну вот, обратите внимание, критическое мышление – это компетенция, которая была во всех трех списках на предыдущем слайде. Она была в Forbes, она была в Davos, и работодатели говорят о том, что критическое мышление, как и вообще умение принимать решения, как умение выносить суждения, как и системное мышление является ключевой для лидеров и для людей, которые претендуют на развитие карьеры. Потому что в сложном мире, в ситуации неопределенности, в ситуации непрозрачности, очень важно именно вот это – правильно принимать решения, правильно оценивать ситуацию. И вот эти аналитические компетенции и критическое мышление – это та история, которая на самом деле развивается довольно плохо, потому что она отчасти является врожденной, ну это связано с полушарностью человека, но все-таки она тренируется. И вот по QR-коду, который на экране, вы можете найти ссылку на программу «Право знать» – инструмент распознавания достоверной информации и критическое мышление, которое мы провели в прошлом году, обучив более 500 лидеров России. Открывал эту программу первый заместитель и руководитель администрации президента Сергея Кириенко, и эта программа дистанционная. Вот мы из нее сделали микс, сделали программу «Право знать лучшее», и вы можете эту программу посмотреть для того, чтобы немножечко поднять, прокачать свою компетенцию к критическому мышлению. О второй программе я уже говорил, мы сейчас делаем это и в партнерстве с президентской академией самостоятельно, это программа по управлению здоровьем и ресурсным состоянием. Очень много существует практик для того, чтобы и быстро привести в себя форму этой дыхательной практики, и телесно-ориентированной практики, этой способы зарядить и прокачать свою команду на какие-то быстрые действия. И очень здорово и классно, узнали мы в последнее время, что все это, оказывается, тренируется. И мы сейчас в нашей программе лидерской подготовки пытаемся закладывать максимум вот этого блока. От того, как правильно питаться, как правильно дышать, как правильно за какие-то некоторые минуты привести себя в форму, до того, как, в принципе, дравить свою команду и поддерживать ее в хорошем работоспособном состоянии. Мы работаем много с феноменом женского лидерства, и у нас в прошлом году появилась программа «Женщина-лидер», которая открывала спикер Верхней палаты парламента Валентина Ивановна Матвиенко. Мы считаем, что мы не считаем, не только мы, проводится много исследований о том, что женское лидерство – это особый феномен лидерства, он связан с термином «мягкая сила». Женщины по-другому принимают решения, они по-другому управляют. Они склонны по-другому действовать, им свойственны немножко другие решения. У этого есть очень много объяснений. Историческая концепция, гормональная концепция, им, допустим, вырабатываются немножко другие гормоны, чем у мужчин и женщины, по-другому оценивают ситуацию. Мы декомпозировали эту программу на составляющие женского лидерства, и как раз сейчас проводим обучение также по этой программе. По QR-коду сможете посмотреть один из наших вебинаров. Ну, и еще одна история, которую я сейчас буквально на следующем слайде чуть подробнее расскажу – это история про аутентичное лидерство. Это совершенно потрясающая вещь, которая сейчас тоже становится в фокусе очень многих образовательных программ и проектов. И мы были одним из первых, мы были одним из трансляторов, кто это предложил рынку, развитие аутентичного лидерства, развитие лидерства, основанного на доверии. Ведь действительно гораздо проще управлять командой, которая любит тебя и которую любишь ты, работать с людьми, которым ты доверяешь, которые доверяют тебе, нежели все время этих людей продавливать, заряжать, драйвить их. То есть проще создать среду доверия, и твоя команда начинает обмениваться с тобой на гетика, начинает поддерживать тебя. Вот технологии развития аутентичного лидерства – это тоже вполне себе предмет обучения. Оказывается, все эти вещи достижимы. И на примере четырех наших программ вы можете посмотреть, как мы это делаем, все эти программы дистанционные. Можно ли попросить следующий слайд? Спасибо. На самом деле я назвал четыре вещи, но их, конечно, гораздо больше. Их там 10, 15, 20 этих компетенций. Все эти компетенции нужно как-то попытаться систематизировать. Вот этот слайд – это наше видение, наша попытка систематизировать компетенции будущего, важные компетенции для лидеров, которые сейчас нужно развивать, которые, в частности, поддерживают и многие из корпоративного сектора. Похожие диаграммы можно увидеть в презентациях руководителей корп-университета. Ну, смотрите, исторически первым появилось все, что связано с IQ, потому что лидер чаще всего – это руководитель. Это человек, который принимает логические решения, поэтому он должен быть хорошо прокачан на вещи, связанные с коэффициентом интеллекта. Q во всех четырех случаях – это quotient. То есть это, понятно, вы смотрите на английском, то есть это некий коэффициент, который показывает уровень, более высокий или более низкий. Но мы говорим о том, что это эмоциональный интеллект, левополушарный и так далее. Значит, в первом случае первый левый верхний угол – это IQ. То есть это то, что связано с принятием рациональных решений. И здесь и критическое мышление, и умение выносить суждения, и много-много-много чего еще. И вот он всегда появлялся исторически первым. Если вы посмотрите требования работодателей в истории к лидерам, к руководителям, всегда компетенции, связанные с IQ, где-то занимали один из первого блоков после хардов, после того, что лидер должен знать. Но вот эта история потянула за собой сразу две ниточки – вот в левую сторону и вниз. Почему? Потому что, во-первых, оказалось, что недостаточно просто принимать интеллектуальные решения. Есть вещи, которые гораздо лучше прорабатываются, если у лидера развит IQ – эмоциональный интеллект. То есть это эмпатия, это умение быстро снять настроение собеседника, быстро понять, о чем он думает, подстроиться к нему, настроиться на одну волну с ним. Настроиться на работу с командой. Не нужно столько энергии, столько сил тратить на какие-то рациональные левополушарные вещи. Но, с другой стороны, появилась вещь, связанная с IQ, с жизнестойкостью. Она связана с тем, что лидеры чаще и больше других работают в стрессе, работают в ситуации эмоционального выгорания, им нужно больше сил, им нужно больше жизни и энергии, и они должны для себя открывать каналы подпитки. Вот это самая энергетика. Вот как раз программа «Ресурсное состояние», о которой я рассказывал, она вот в этом левом нижнем углу. То, что связано с коэффициентом виталити, с коэффициентом жизнестойкости. Но здесь, на самом деле, не только эта компетенция, это как пример. И, наконец, еще один угол, о котором активно говорят, говорят как минимум 4-5 лет, это «love caution». То есть это компетенция, связанная с любовью или уровень любви. Уровень любви в организации для лидера – это его открытость к его команде, способность привязываться к людям, обмениваться с ними энергетикой, потому что получается, на самом деле, достаточно интересная штука. Вот верхние два квадрата – это, по сути, полушарность. И, например, вот исследователь мозга Татьяна Черниговская говорит о том, что мужчины скорее принимают либо левополушарное, либо правополушарное решение, то есть либо IQ, либо EQ. Женщины скорее работают в балансе, то есть у них межполушарное решение, и они принимают более сбалансированное решение, и поэтому они больше работают вздлинно. Они, может быть, менее прокачаны в моменте, но больше работают вперед, потому что у них лучше балансировка. То, что находится внизу, VQ и LQ, это скорее энергетический базис. То есть лидер должен постоянно подпитываться энергетикой, развивая жизнестойкость, для того, чтобы принимать решение, для того, чтобы держать себя в тонусе, но ему для этого нужна эта энергия, в том числе от среды, от команды. А эта среда рождается в ответ на love cue, то есть на возможность лидера отдать свою любовь, отдать свою привязанность к команде, зарядить эту команду на общее дело. Вот эти четыре группы компетенций мы сейчас активно развиваем, в каждом квадрате скрыто достаточно много разных маленьких дискретных компетенций, которые там являются частями наших тренингов и образовательных программ. Можно, пожалуйста, еще один слайд? И для того, чтобы вот эту систему реализовать, нам нужно придерживаться особой методологии, которую мы пытаемся тоже в наших программах реализовать, и которая, наверное, является частью системной лидерской подготовки. Во-первых, в правой части экрана треугольник. Вы видите, что у лидера есть три грани самореализации. Это я, это команда и это сообщество. А оказывается, что командное решение, решение сообщества и ценность этих решений очень разное по сравнению с тем, что человек может сделать лично. Сообщество и команда может не только качественно изменить и улучшить это решение, но и может в принципе изменить видение ситуации, может обогатить это решение. Оно является более защищенным, потому что оно верифицировано сообществом и командой. И поэтому во все наши программы встроена методология, что ты можешь сделать сам, что ты можешь сделать в команде, что ты можешь сделать в сообществе. Более того, это сообщество должно быть пир-то-пир, сообщества равных, которым ты интересен, которые интересны тебе. И в этом сообществе ты развиваешься сам и развиваешь людей. Но чтобы ты развивал людей, у тебя должен работать lifelong development. Ты должен развиваться сам на протяжении всей жизни. И поэтому мы говорим о том, что сейчас не просто у нас появляется еще одна важная компетенция – умение учиться, а компетенция, которая называется умение учиться-учиться. Недостаточно просто себя задрайвить на то, чтобы читать книжки или ходить на тренинги. Нужно внутри себя создавать какую-то методологию выбора знаний, которые важны тебе для твоего развития. Стивен Кови, который написал замечательную книгу «Семь навыков высокоэффективных людей», говорил о том, что лидерами не рождаются, и лидеров не может никто создать. Лидер создает себя сам. Вот здесь два очень важных момента, важные для нас, для подготовки лидеров. Первый – это то, что ты сам должен постоянно развиваться, иначе ты потеряешь интересное сообщество и перестанешь драйвить других вокруг тебя. Но второе заключается в том, что раз лидер учится, то это потенциальная компетенция, которую можно прокачивать. Чем мы, собственно, и занимаемся? Используя для этого технологии наставничества, технологии комьюнити и так далее, и так далее, и так далее. И еще очень коротко, в одной минуте, три важные вещи, которые нужны лидеру, о которых мы сейчас постоянно думаем. Лидеру очень нужно проектное мышление и заряженность на добро. Для чего нужно проектное мышление и заряженность на добро? Вот у нас есть такая метафора о том, что лидеры – это маяки добра. Лидеры – это люди, которые способны трансформировать мир к лучшему. И вот если вы когда-то делали добро, вспомните, как вам было. Вам было классно. Вы как будто летели на крыльях. Вы заряжались энергией добрых дел. Оказывается, делать добро очень классно и приятно. Но делать добро, изменяя мир, могут только те, кто действительно по-настоящему заряжен на это. Вот энергетичные люди, активные люди, лидеры. Но делать добро безадрестно тоже трудно, потому что на самом деле вот эту большую работу нужно порезать на кусочки. Для этого очень важно, чтобы было развито проектное мышление. Чтобы все проекты по трансформации мира, которые делают лидеры, были адресными, были значимыми. И чтобы один нужно было делить от другого. И сказать, вот, я сделал. Я это зафиксировал. И третья история, которую, наверное, сейчас я бы тоже отметил, она связана с высказыванием основателя Алибаба Джекома, который где-то три года назад сказал следующую историю. Ребят, мы сейчас очень много вот в стиле Форбса развиваем цифровых компетенций. Мы пытаемся уподобиться машине. Мы учимся работать с данными, мы учимся считать цифры, мы учимся обгонять машину в принятии каких-то логических решений, развивая в себе левую полушарность. Но мы никогда с машинами не сравняемся. У нас всегда будет больше ошибок и меньше скорость вычислительных наших возможностей. Мы не должны делать этого. То есть нам важно понимать, как работают машины и алгоритмизировать свою работу. Но он сказал о том, что мы люди. Нас отличает от машин совершенно другое. Не цифровые навыки и даже не цифровая гибкость, а love quotient. Мы должны развивать в себе креативность, открытость другим людям, аутентичность, то есть лидерство, связанное с доверием, и любовь, которая будет являться драйвером для развития, ну, наверное, всего в мире, потому что любовь – это очень мощный стимул развития всего, что происходит. Я вот в финале как раз про вот эту историю зачитаю маленькую цитату Виктора Юго. Он как раз сказал о том, что все, о чем мы сейчас с вами беседовали, должно быть в балансе. Высота чувств в прямом соотношении с глубиной мыслей. Сердце и ум – две конечности баланса. Опустите ум в глубину познания, и вы поднимете свое сердце до небес. Смотрите, какая красивая цитата, и как все связано. Я вам желаю любить, быть любимыми, быть лидерами, прокачивать себя, и встретимся в президентской академии в мастерской управления Сенеж. Спасибо. Отвечу на ваши вопросы. Большое спасибо, Илья. Вопросы в чате, я так понимаю, что вы видите их. Если можно, ответить на несколько, да, в течение трех-четырех минут, потому что мы совсем выбились из графика. Я так поняла, что тот урок, который выучила я, за эту экспертную сеть, она должна быть длиннее. Спасибо. Начинаю с того места, где вопросы идут по-русски, потому что, видимо, именно в этот момент я начал рассказывать. Какие софт-скиллы предпочтительны во время пандемии, какие останутся предпочтительны после завершения. Я об этом говорил, и вот здесь, наверное, цитата Джека Маучи важна. Мы должны оставаться людьми. Мы должны развивать машины, мы должны развивать цифровые системы. Кстати, по поводу вот этого. Сейчас очень модная история связана не просто с цифрой, а с цифровой гибкостью. То есть мы должны уметь работать в разных средах цифровых, мы должны уметь безболезненно переносить данные, обрабатывать данные и понимать, какие инструментальные средства нам больше всего нужны для работы с данными. Но самое главное, чтобы у нас были активно развиты и Q, и LQ, это то, что больше присуще как раз женщинам. То, о чем тоже многие исследователи говорят. Почему сейчас вот очень много высказываний о том, что наступает эпоха лидерства женщин? Потому что женщины более гибкие, потому что они более сбалансированы, чем мы. И есть даже исследователи, которые говорят о том, что сейчас не женским лидерством нужно заниматься, а мужским. Потому что оно в кризисе. Потому что у мужчин проблемы. Я с этим не согласен. Но вот из этого можно сделать выводы. Значит, и я сказал, это ресурсное состояние, это аутентичность, это все, что связано с развитием Love Q, Love Quotient и эмоционального интеллекта. При этом вот схема зафиксирована, то есть жизнеспособность, все, что связано с креативным мышлением, способностью суждений, это никто не отменял, это работодателями востребовано. Посмотрите на портале президентской академии, Гайдаровский форум, время для новых компетенций, очень много интересного было сказано работодателями. Кто нужен им? В команде, где все доверяют друг другу, не опасно переусердствовать и перейти грань со стороны доверия на сторону пользования человеком, являющимся лидером в команде. Опасно. Эта история, связанная с балансом, всегда очень тоже сложная, и эта грань очень тонка. Очень тонка. Вы знаете, все, что связано с EQ, эмоциональным интеллектом, называется в литературе тонкой настройкой, тонкими технологиями. Вот здесь эта граница вообще неформализуемая. В разных книжках об этом пишут по-разному. Это приобретается с опытом. Вообще, все, что касается софт-скиллс, есть теория, которую вы, наверное, знаете, что, чтобы превратить какое-то новое знание в навык для себя, нужно потратить 10 тысяч часов. Это большое количество времени, очень. С этим можно соглашаться и не соглашаться, но попробуйте. Здесь все заключается в том, что вы можете просто попробовать. Вспомните, насколько просто вам работать с людьми, с которыми вам комфортно, которым вы доверяете. Сколько снимается барьеров и сколько экономится времени. Но вы правы, да, опасность существует. Я, к сожалению, пропущу вопросы на английском, но если там есть что-то значимое, Мария, попрошу мне там с этим помочь, потому что коллеги тоже, наверное, попросят ответить на эти вопросы. Хорошим лидером будущего, но я об этом рассказал, то есть повторяться, наверное, не буду. Дальше. Во время пандемии мы вспомнили о наших базовых потребностях появления темы здоровья. Останется ли эта тема в ближайшие годы, когда пандемия закончится? Останется. Здоровье – это очень важная история. Эта история связана с осознанностью нас как очень важного ресурса. Особенно это касается лидеров. Лидеры – это стратегический ресурс нации. То есть это люди, которые развивают нашу страну. Ну, вообще, каждый человек, наверное, может что-то… Как только начинаешь делать добро, ты трансформируешь мир. Но почему бы тебе себя не сохранить на побольше вперед? Почему бы тебе себя не сохранить в ресурсе, чтобы ты побольше мог заниматься добрыми делами? Просто раньше была парадигма выше человека до предела. Чтобы он в комп… Ну, это классический менеджмент, да? Заставь человека делать то, что нужно компании. Здорово, что эта парадигма меняется. Мы точно будем заниматься здоровьем больше. И точно будем его развивать в себе и укреплять. По-моему, так. Было сказано, что критическое мышление зачастую находится не на должном уровне. С чем это связано? Какая деятельность может способствовать развитию критического мышления? Предлагаю посмотреть вот этот небольшой курс, на который мы дали ссылку. Мы там рассказываем про закономерности мышления. Там есть интересный вебинар Андрея Курпатова. Там есть интересные истории про логики и ловушки мышления, которые там связаны с развитием критического мышления. Это долгая тема. Критическое мышление – компетенция, которая трудно тренируется, но, к счастью, тренируется. Есть и тесты, есть и хорошие тренинги, которые позволяют себе это развивать. Важно еще раз обратить внимание. Ни из одного рейтинга компетенций у работодателей критическое мышление не ушло. То есть, это одна из важнейших компетенций, которые сейчас очень профессиональные сообщества не заинтересованы. Зачастую лидерские качества формируются у человека в процессе взросления. Можно ли утверждать, что кому-то просто не суждено быть лидером, а исполнителем? Да. И более того, нет принуждения дать человеку обязательно лидером становиться. Но вопрос только в том, что это возможность. Если вы хотите быть лидером, то есть технологии, которые вам позволяют в себе лидерские качества развить. Мария, я так понимаю, у нас время-то завершилось, да? Или я могу еще на один вопрос ответить? Или все уже? Давайте все уже. Просто так же, как и остальных спикеров, я попрошу ответить в течение дня, если есть возможность, на те вопросы, которые остались в чате, и я их туда же загружу. Спасибо огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!